я сегодня у нас распаковка и обзор универсальной пивоварни от компании акваграм я хочу вам показать как вы получите пивоварню если случае если вы ее закажете значит две коробки я еще не распаковывал специально хочу распаковать на видео показать комплектность ну и конечно же показать качество так вот это вот была легкая коробка здесь чиллер такой ну реально чиллер красивый и мощный мощный даже если я сравню со своим чиллером достану покажу мой чиллер охлаждает 30 литровую пивоварню за 30 минут все значительно покруче потому что есть ставочка сейчас покажу крупный план у меня он просто вот так вот болтунчик будут некоторые части которые не входят стандартный комплект которые заказываются отдельно я сразу же проакцентирую на этом внимание эта система перелива сусла тэн вот тем как раз не ходит комплект его надо заказывать отдельно в зависимости от того как вы будете варить пиво будете вы варить его на каком-то источнике нагрева на плитке или будете использовать стройный тэн больше всего интересует мощность тэна и из чего он сделан тэн из нержавейки мощность неизвестна у производитель утверждает что три киловатта придется крышечка тэна очень кстати грамотная штучечка которая просто необходимо здесь еще какая-то инструкция видимо это накладная и гарантийный талон так гарантийный талон гарантийный срок устанавливается производителем составляет пять лет и исчисляется с момента продажи изделия ну и условия гарантии и контакты производителя еще одна коробка здесь есть сейчас что здесь не всегда так интересно распаковывать новое так значит здесь у нас термометр для измерения температуры сусла здесь у нас система перекачки сусла фум лента и фитинги я так понимаю что это фитинги для чиллера это все относится к системе перекачки сусла сливной кран дюймовый заглушка тэн и это вот скорее всего до регулятор мощности который тоже не входит стандартный комплект который нужно докупать отдельно чем тут интересно отдельно регулятор мощности один для самой пивоварни термометр пружинный и силиконовая прокладка коробка закончилась коробка более тяжелая будет сама пивоварня мы распакуем потом посмотрим на качество швов нюансы все пропало хорошо она освободила мне место она освободила мне место сама емкость пивоварни давайте я пока расскажу в чем это пивоварня универсальная пока я буду распаковывать значит ее можно использовать как перегонный куб кстати пивоварни бывают двух типоразмеров на 30 и на 50 литров можно использовать как перегонный куб так как здесь есть фланец на 2 дюйма под кламп также можно использовать как затопник ферментов ну и собственно говоря по прямому назначению как пивоварня чик прокладка вот сюда вот кладется это корзина для затирания так как она там на полочку становится корзина да сейчас мы с этим всем и разберемся корзина для затирания и что-то у нас здесь еще какой-то странный предмет предназначение которого я пока не понимаю а рамка я думаю что рамка для того чтобы поднимать корзину над самой пивоварни но скорее всего я так думаю видимо да давайте я все освобожу от стрейча и продолжим я был бы не я если бы не дезинформировал зрителей и тэн и регулятор напряжения входят в комплект поставки друзья я избавился от тонны стрейча кстати цена получается тогда вообще очень зачетная и давайте смотреть вся конструкция выполнена из пищевой нержавеющей стали заполированной до зеркала внутри и снаружи здесь мы имеем варку в которую мы можем либо вкручивать чуть попозже сделаю используя фум ленту либо же если мы используем пивоварню на плите то можем вкручивать вот такую заглушку далее у нас сюда вкручивается кран слива его тоже надо вкручивать на фум ленту что я сделаю за кадром а вот сюда вот вкручивается контрольный термометр для того чтобы контролировать температуру воды и сусло в процессе затирания все соединения обязательно собираем на фум ленту которая идет в комплекте далее давайте посмотрим корзину корзина сделана таким образом вот этим вот кольцом она упирается в упорный бортик и таким образом стоит на ты вот так вот после того как мы завершили процесс затирания и нам нужно перейти фильтрации сусло помещаем сверху поднимаем корзину проворачиваем его и и так чтобы вот эти вот фиксаторы зашли в зацепы и собственно говоря можем спокойно фильтровать сусло проливать его фильтровочной водой заготовленной единственный у меня конечно вопрос насколько вот обычно делается корзина сетчатым дном здесь же она выполнена немножко другим образом сейчас покажу здесь дно с прорезями и сама корзина прямом смысле корзина сетка так вот когда я буду поднимать корзину солодом жидкость сусло будет здесь стекать и насколько она не будет ли она проливаться но это мы увидим при варке ну а так принципе хорошее решение подняли провернули зафиксировали вот таким вот образом далее погружной чиллер но чиллер сделан очень качественно это на самый качественный чиллер который я держу в жизни в своих руках значит сюда быстросъемники коннекторы также в камле комплекте есть коннектор на краник который просто на кран дивертор мы его еще называем и два отрезка трубки 6 миллиметровая трубка сам чиллер ставится таким же образом как и корзина то есть этого поставили подали воду но опять же таки все это мы увидим следующая позиция которую я хочу показать это крышка для того чтобы поставить крышку это если мы в режиме перегонного куба используем пивоварню то собираем ее вот таким вот образом кламповое соединение и защелочку надо немножко отпустить вообще надо отрегулировать на нужный натяг еще сильнее отпустить эти вот моменты я вам сейчас показываю чтобы вы их при сборке уже учитывать далее друзья сюда мы либо на клампе можем ставить наш самогонный аппарат либо колонну либо чего-то еще либо же систему перелива сусла о системе перелива сусла мы сейчас поговорим отдельно также эту крышку можно использовать нот в таком виде допустим если вы много не готовите если вы варите только пиво то всю вот эту вот конструкцию можно использовать как гидрозатвор и саму пивоварню можно использовать в качестве фермента как это делается одеваем вот эту вот трубку сюда трубочку и опускаем ее в емкость водой и у нас получается обычный гидрозатвор давайте соберем систему перелива сусла которую мы будем использовать при затирании полутора дюймовый план одна часть его вкручивается сюда также вкручивается на фум ленту и он уже здесь постоянно находится эта часть клампа на второй части клампа мы собираем вот такую вот конструкцию бы щеточный моторчик тоже все это обязательно на фум ленту надо делать я перед использованием сделаю поворотик даже поворотики с 304 energy далее такой вот фитинг и вот так вот у нас система перелива собственно сэкономить время поставить без прокладки но ничего не получится нижний узел системы перелива сусла выглядит так а верхний узел все та же трубка и в зависимости от того куда нам надо переливать сусла то есть первое обратите внимание какой здесь душеватель сделан то есть сусла подающиеся сверху она не будет не будет просто лица на солод она будет разбрызгиваться это же покажу чуть позже следующем видео как это происходит то есть по идее должно быть хорошее качественное орошение солода и соответственно качественное затирание так ну вот у нас в режиме затирания все это будет выглядеть так далее одевается силиконовая трубка и получаем систему перекачки сусла то есть когда мы трубку подключаем сюда то соответственно у нас сусла в режиме затирания перекачивается на душеватель и орошается солод когда нам надо перекачивать перекачивать сусла до фермента уже после того как мы охладили фактически готовое пиво мы его отсюда стягиваем и направляем эту трубку фермента вот таким вот образом выглядит вся система циркуляции сусла в сборе мне пришлось приготовить немножко мыльного раствора для того чтобы вот эти вот силиконовые шланжики одеть так как они очень плотные когда нам не надо использовать систему циркуляции мы можем просто откинуть в сторону ну естественно предварительно перекрыв кран кран у меня стоит не в ту сторону пока что и отключим насос сам насос 12 вольтовый имеет вот такой вот сетевой адаптер нюанс в том что насос не имеет регулировки оборотов не имеют скорости подачи сусла поэтому скорость при затирании нам надо будет регулировать вот этим вот краном кстати он открыт было так закрыть да надо все правильно собрать конечно минусом этой системы и является ее такая некоторая видимая громоздкость вот я смотрю на это все у меня допустим но у меня пивоварня отдельный механизм до отдельный котел то есть все это сделано в угоду универсальности таким образом друзья с помощью этого оборудования мы получаем фактически обычный перегонный куб если откинуть все закрыть кран и как бы использовать крышку для крепления самогонного аппарата то это универсальный перегонный куб в таком виде мы имеем пивоварню и также с помощью этой пивоварни с помощью той же корзины мы можем готовить зерновые сусла то есть там вискарь бурбон осахаривать любые злаки скажем так мимо этого если мы очень ограничены в свободном пространстве и не имеем возможности там иметь еще дополнительно ферментеры то само оборудование можно использовать в качестве ферментера мы приготовили затор внесли дрожжи туда вот эту вот трубочку стягиваем с нижнего клапана опускаем в емкость с водой и получаем классический ферментер с гидрозатвором помимо этого мы еще и контролируем температуру ферментере что иногда бывает очень немаловажно друзья я предлагаю следующий регламент развития событий где-то через недельки две я сварю на этой пивоварне пиво и расскажу о всех ее недостатках если такие так сказать обнаружатся я оценю насколько удобно ей пользоваться насколько насколько хорошее пиво в конце концов получится но на самом деле пиво зависит то не от пивоварни пиво варит пивовар вот поэтому о недостатках если они обнаружатся мы поговорим в следующем видео а сейчас давайте я выскажу свое мнение о достоинствах этого оборудования но хотя как бы сразу же недостаток это ну условный недостаток конечно это громоздкость громоздкость конструкции перелива сусла но опять же таки этот недостаток у нас в угоду универсальности то есть он автоматически переходит преимущество и так давайте о видимых преимуществах первое преимущество это очень такой объемный комплект поставки то есть ну мы получаем практически универсального солдата всего как бы много его смотрю на это и всего много понимаю кстати что цена очень адекватная очень конкурентоспособная за такой комплект оборудования соответственно из этого огромного комплекта поставки вытекает очень высокая универсальность оборудования то есть фактически пивоварня заторник ферментер до котел для варки зерновых и при этом полноценный самогонный аппарат то есть по сути купив этот комплект оборудования нам надо только приобрести самогонный аппарат то есть саму колонну там или бражную колонну или ректификационную колонну или самый простой дистиллятор и мы тогда можем готовить вообще все ну или абсолютно все смотрите интересный еще момент как бы обратил внимание крышка толщиной 4 миллиметра то есть при установке даже очень высокой колонные ректификационной колонны на эту крышку не будет никаких люфтов а это значит что процесс ректификации будет проходить правильно да то есть если крышка тоненькая у нас колонна может люфтить вот так вот и соответственно неправильное смачивание насадки и проблемы при ректификации здесь этого не будет крышку можно отнести тоже к таким положительным моментам чиллер к чиллеру вообще претензий нету но вся пивоварня выполнена очень качественно как видите швы на высоком уровне и все очень аккуратно никаких ну вот я никаких партаков здесь не заметил но чили просто на высоте в этот чиллер влюбился наверно заменю себе куплю такой все остальные преимущества они достаточно условный так как уже стали нормой при покупке там того или иного оборудования уже все давно перешли на кламповое соединение практически все кубы уже имеют кран слива для борды потому что это очень удобно то есть даже не знаю делает кто-то еще кубы которые переливать через верх надо но собственно говоря что мы еще здесь имеем что мы еще здесь имеем градусник стройный градусник тоже удобно кстати вот эта вот трубочка ее в режиме дистилляции ректификации тоже можно не снимать а использовать как как трубку уровня как трубку уровня кубовой жидкости для чего это надо иногда когда мы допустим перегнали брагу на средства и этот средство надо уже сделать двойную дистилляцию или ректификацию чтобы там нам не надо было сделать этот серец мы заливаем в куб обычно разведя там до 30 до 40 процентов спиртуозности и сердца как правило мало здесь кубе есть неснижаемый остаток потому что если оголиться тем в процессе ректификации то произойдет замыкание тем жидкостные и он просто сгорит так вот с помощью этой трубки можно контролировать уровень уровень сырца и понимать там как бы можно и продолжать дистилляцию нельзя правильно мы рассчитали неправильно но кстати к этому моменту всегда надо относиться очень внимательно и правильно рассчитывать количество сердца в кубе когда у вас есть неснижаемый остаток ну что ж друзья я уже заказал солод и через несколько дней я попробую сделать варку пиво на этой пивоварни естественно вы увидите видео пока вот как бы обзор таков ссылочка на сайт на котором вы можете купить данную пивоварню в двух размерах 30 50 литров кстати это 50 литровая 30 50 литров находится в описании ролика также на нашем сайте вы можете приобрести любое другое самогонное оборудование допустим можете сразу же укомплектовать данную пивоварню ректификационной колонной или бражной колонной в общем кстати у нас появилась медь скоро буду снимать обзор можно допустим медное оборудование сюда доукомплектовать тоже интересно будет новая медная линейка через некоторое время выйдет обзор поэтому друзья через некоторое время на канале выйдет видео посвященное варки пива на данной пивоварни это не будет видео посвященное рецепту а именно мы разберем все нюансы работы на этой пивоварни что касается рецептов у нас на канале есть порядка 30 наверное рецептов приготовления разных сортов пива и количество этих рецептов будет постоянно увеличиваться если вас интересует моя консультация по приготовлению домашнего пива в описании ролика я оставлю ссылочку на нашу группу фейсбуке о приготовлении домашних сыров колбас и вкусного домашнего алкоголя вы можете подать заявку вступить в нашу группу группа закрытая поэтому она модерируется надо подать заявку я эту заявку одобрю и вы станете участником нашего сообщества также может сможете получать мои консультации используя мессенджер фейсбука или email друзья группа интересна тем что когда вы допустим готовите вот вы хотите задать вопрос да я отвечаю на комменты на ютюбе раз в день а вы допустим варите пиво вам нужна срочная консультация у нас в группе очень большое количество экспертов вы можете свой вопрос сбрасывать группу и наверняка в ближайшее время в очень короткое время получите исчерпывающие ответы на свой вопрос поэтому переходите по ссылке добавляйтесь к нашей группе друзья недельки через две видео о работе пивоварни и конечно же оставайтесь с нами мы готовим для вас вкусный алкоголь сыры и колбасы всего доброго пока